Ребят, всем привет! Это Шамшурин. Давно не виделись, лето, вообще неохота работать, если честно. История следующая. Мой товарищ Николай рассказал мне, он занимается сайтами, занимается интернет-продвижением. Он мне рассказал такую историю прикольную, которую я решил донести до вас. Значит, смотри, он увидел объявление на фрилансе или где-то, то есть его сотрудники увидели объявление, там написано, что какому-то чуваку нужно было сделать сайт. Он позвонил, говорит, что вам нужно за сайт. Он говорит, мне нужен сайт не совсем обычный, в формате тематика знакомств и так далее. Окей, давай сделаем, а что за сайт? И, в общем, в итоге выясняется, что есть некий мужчина, который работает на работе с красивой девушкой в одном офисе. Он ее неоднократно приглашал на свидание, но она его игнорировала, потому что, видимо, ну, не знаю, не в ее вкусе или не судьба или что-то в этом духе. Вот. И он решил заморочиться. Он решил сделать так, что... Он говорит, давай сделаем сайт, на котором буду я. Типа, там будет написано, что ты вот такая вот, типа, неразумная, упустила свой шанс, но я решил, я, звезда, решил дать тебе еще один шанс для того, чтобы встретиться с классным, с самым лучшим мужчиной в твоей жизни и пойти на свидание. То есть на этом сайте должны были быть отзывы от каких-то там его бывших женщин. Ну, то есть должен был отзыв быть от Бузовой, которая якобы тоже его бывшая, ну, так, в прикол, шутка. Вот. Которая говорит, что он очень клевый чувак, типа, и они расстались просто по обоюдному желанию и так далее. То есть мужик заморочился. И он говорит, давай настроим рекламу вот этот вот там, как называется, ретаргетинг, ремаркетинг, который, где будет ВКонтакте все время и в соцсетях ее догонять этот баннер, мелькать перед глазами, она подумает, что за сайт, увидит, зайдет на него и увидит этот сайт и пойдет с ним на свидание. Конечно, просто мужик большой оригинал. Не, идея, то, что как бы человек мыслит креативно, это очень круто. Но на самом деле вот эти все попытки отличиться от других вот такой вот оригинальностью, они ни к чему не приводят. То есть они, если женщина уже не воспринимает тебя как мужчину с позиции сверху, то есть если она не считает тебя интересным как личность, там, непривлекательным как мужчину и так далее, то вот эта херня, она делу не поможет. И тем более еще удивительно, что в этом сайте там такой оффер, ну, предложение, что из серии. Ты профакапила свой шанс, но я даю тебе еще один шанс, вот, обязательно воспользуйся. Я решил дать тебе еще один шанс, ну, блин, это бред. Вот. Некоторые люди настолько заморачиваются, хотя мужчины, все должно быть гораздо проще и может быть гораздо проще. И для этого я вам, собственно, сделаю небольшое объявление. Что касается футбола, то есть я хотел еще рассказать свое мнение о чемпионате, о том, как он прошел. Вот он недавно закончился. Я думаю, что большинство из вас смотрели, то есть я не являюсь таким фанатом футбола, ярым футбола и так далее. Если, ну, я смотрю только, когда наши играют в каких-то ключевых матчах, но это бывает, к сожалению, редко. Ну, было, во всяком случае, до сей поры. Что касается футбика, ребята. Есть два момента. Один момент, который я хотел бы сказать про женщин, который меня удивил слегка и немножко огорчил. Когда было много иностранцев в Москве и в Питере, то есть я наблюдал такую картину, мы ходили в какие-то рестораны с другом посмотреть футбик. То есть и после того, когда футбик заканчивался, те места, где было много иностранцев, абсолютное большинство женщин, которые там были, русских девушек, меня поразило их поведение. То есть они делали следующее. То есть когда русские парни к ним подходят, ну, они общаются и общаются обычно спокойно. Стоит только иностранцам подойти, они сразу, о, take a seat, садись и так далее и тому подобное. То есть они готовы были просто загнуться раком и дать в жопу прямо здесь, прямо сейчас любому иностранцу. Даже если какой-нибудь Хорхе, Хуан Антонио, там, не знаю, даже если у него нет денег и он вообще приехал с какого-нибудь Гондураса, все равно. Но, то есть, и это настолько забавно выглядело, что 90% русских девушек вели себя так. Я могу понять, что, там, почему бы не попрактиковать, да, там, английский язык, ну, или еще что-то. Но их интерес, их вот это вот какое-то подлизничество в сторону этих иностранных мужчин было настолько явным, что, ну, это было, блин, реально смешно. И когда я вижу, когда в кафе парни русские подходят, что-то там пытаются, нормальные мужики, кстати, круто выглядящие, пытаются как-то что-то открыть этих девчонок. И они их сливают или так общаются, очень холодно, стоит подойти к какому-то жирному иностранцу, усатому, волосатому. И они прямо расплываются в улыбке. Слушайте, ну, меня наталкивает на мысль, что они все хотят, чтобы их увезли из России, там, в Европу или куда-то. То есть они еще что считают, что, как бы, для них, знаешь, я хочу жить в Париже, то есть вот я хочу жить во Франции. То есть в их понимании жить во Франции это сидеть с бокалом вина, сука, на Эфелевой башне и посматривать куда-то вдаль. То есть у меня подруга живет во Франции, в Париже, и где-то она там еще теперь живет. То есть там очень много беженцев вот этих вот с арабских стран. Там очень большая преступность, там достаточно тяжело жить, там свои какие-то геморрои и заебы. То есть это они считают, что там так красиво и классно. Дело даже не в этом. То есть по этой логике мне кажется, что вы что настолько изголодались, оголодали в Москве, что вам жрать нечего, что вы готовы стелиться под иностранцев. Меня это поразило. Ну, конечно же, ребят, не все девушки такие. Конечно же, есть нормальные... Я ничего не имею против мужиков с других стран. Ради бога, классно, вы приехали, все круто. Но вопрос к женщинам. То есть такое ощущение, что если, не дай бог, случится, не знаю, война там, фу-фу-фу-фу, да, то есть что... То есть вот эти девушки, они встанут раком просто на границе, снимут с себя там белье и не знаю что, и скажут welcome или что. Где патриотизм, где вообще как бы вот какое-то ощущение себя вот там каким-то неприступными там русскими и так далее. То есть если, например, в Германию вы приедете и там, например, был бы какой-то чемпионат, что если провести параллель, то немецкие женщины должны говорить на ломаном русском языке «О, садитесь, пожалуйста! Вы такой классный! К нам, пожалуйста!» То есть нет, ребят, там такого не будет. Они и своим немцам-то не дают там особо. Не то, что там будут распинаться под каких-то иностранцев. И вот это негативный момент, который меня, конечно, сильно удручил по поводу чемпионата. И того, что я видел, что как бы обнажилось сейчас. То есть вот, ну, неужели вы настолько голодные, что хотите съебаться из страны с любым попавшимся иностранцем? Или что для вас эти иностранцы? Ну, из плюсов, ребят, мне очень понравилось, как играла наша сборная. Меня она искренне порадовала. Вообще сам по себе трэш, вот этот с чемпионатом движняк. Это очень круто, когда куча народу с разных стран, все веселые, нет никакой агрессии, нет никакой вражды. И все как бы объединены одной общей целью получить праздник, получить радость какую-то от чемпионата. И это очень круто, ребят. Это реально очень клево. Вот. И такое ощущение было какого-то всеобщего единения праздника. А нашей стране в этот раз я очень сильно болел. Я прям реально болел за наших. Особенно в этих крайних матчах, когда они вышли, прошли туда далеко. Нашей стране просто физически было необходимо какое-то такое ощущение победы, ощущение, что мы что-то можем. Такого бодрячка. И, конечно же, если бы мы прошли дальше, в полуфинал, в финал, не знаю, было бы вообще круто, если бы еще и выиграли. Я вообще, наверное, неделю просто радовался. Но все равно мы словили это ощущение, потому что когда я был в Самаре, когда мы играли с испанцами, и там ездили машины с флагами, там у них День Победы какой-то там играла музыка. То есть какое-то вот ощущение, что мы реально что-то можем. То есть такого вот очень давно нам этого ощущения не хватало. Если кто-то согласен со мной, ребят, поставьте лайк, либо там не согласен, ставьте дизлайк. Вот такая история. Смотрите, значит, по поводу, ну, футбола как-то так. Всех поздравляю, кстати, с прошедшим чемпионатом, что мы не подвели, мы круто его провели. И в разных городах это все было. Я думаю, что после чемпионата мнение многих иностранцев России изменится. Где, сука, медведи, где водка, где гармошки? Нету. Куда мы их дели? Как кто-то пошутил, что все, чемпионат закончился, пора выпускать медведей с цыганами из закрытых дверей и наливать водку. Ребята, это было про чемпионат. А по поводу новостей новость следующая. Значит, у меня 9, 10, 11, 12 августа в Москве будет очень крутой групповой тренинг. Вести буду я и мой товарищ Юрий Сенцов. То есть мы оба взрослые в этом плане тренеры. И тренинг будет так очень взрослый. Это будет исключительно практический групповой тренинг. Такого еще никогда не было. Мы сделали интенсивный формат. Интенсивность в чем? Что не надо будет растягивать это на неделю и так далее. Это будет 4 дня. Это будет вечер 9, пятница открытия. В четверг, вернее. Потом пятница весь день, суббота весь день, воскресенье весь день. 4 дня подряд мы будем заниматься только практикой. И в чем плюс? То, что обычно на групповых тренингах я не выхожу в поля с учениками. Здесь я буду постоянно находиться с вами в полях. Мы вышлем вам теорию заранее. Вы ее посмотрите, чтобы мы не тратили на нее время. И все эти 4 дня мы будем заниматься только практикой. Я буду с каждым находиться в полях. И с каждым человеком я обязательно поработаю. Дам какую-то обратную связь. То есть постараюсь максимально помочь вам именно в практике. А вечерами мы будем встречаться в аудитории часа на два. И разбирать то, что было днем. Делать вот эти разборы. Для того, чтобы попасть на этот тренинг, количество мест ограничено. Сейчас уже открыта запись. Нужно перейти по ссылке под этим сайтом, под этим видео. Там же, кстати, есть прикол. Я там еще выложил один видос, который не стал выкладывать здесь на канале. Этот видос очень полезен. Он о том, как мужчина должен брать на себя ответственность за свою жизнь. То есть какие мужчины вообще нравятся женщинам. Очень интересное видео. Оно тоже на сайте всетвои.ру, которое под этим видео. Там достаточно много мата, поэтому этот видос я не стал выкладывать, запикивать неохота. Ну, иногда я матерюсь, такое бывает. Так, 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 что еще хотел сказать? Вот, ребята. Ну что, собственно говоря, я вас жду на групповом тренинге в Москве. У нас еще есть несколько, там, 2-3 месяца относительно теплой погоды. У вас есть шанс нагнать это лето и, скажем, найти себе самую классную девушку. Или нескольких, как кому хочется. Итак, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, Москва. Все подробности и запись бронировать себе место здесь по ссылке под этим видео на сайте. Видео про, каким мужчина должен быть в плане ответственности, чтобы нравиться женщинам, тоже здесь на сайте. Увидимся. В ближайшее время что-нибудь еще сниму. Что-то неохота была ничего снимать. Всем искренне желаю не совсем таких женщин, о которых я говорил в этом видео, которые готовы расстелиться перед иностранцами. Хочу, чтобы все-таки в наших женщинах был патриотизм, потому что в России очень много классных мужиков, нормальных парней, достойных внимания. Все, ребята, увидимся. Это был Шамшурин. Пока. Пока.